Однако, прежде чем приступать к реализации представителей класса типов Monat, нам нужно все-таки изучить полное определение класса типов Monat. Мы изучили две основные функции Return и Bind. Однако в классе Monat есть еще две дополнительные вспомогательные функции, которые имеют реализацию по умолчанию. Давайте познакомимся с ними. Итак, интерфейс Monat выставляет нам две функции Return и Bind. Помимо этого есть функция, которая тоже называется связыватель, но это облегченная версия связывателя. Фактически связыватель нам связывает два монадических вычисления. Такая функция у нас есть в доступе. А облегченный связыватель говорит, что «Ай, нет, я из A значения вынул, но никуда не передам». То есть вместо того, чтобы здесь использовать функцию, здесь используется просто другой контейнер. И возвращается этот самый контейнер. Фактически эта функция очень похожа на flip const. То есть как будто бы первый аргумент игнорируется, а второй аргумент просто возвращается. Но на самом деле не все так просто, поскольку у нас есть контейнер, в котором все лежит. А некоторые вычисления, тем не менее, могут произойти. Функция облегченного связывания, она реализована через связыватель. И реализована она через связыватель следующим образом. Мы берем первое значение типа ma, передаем его в связыватель в качестве левого аргумента. В качестве правого аргумента мы передаем y, но у нас нам нужна функция. Хорошо, мы пишем лямбду, и здесь пишем подчеркивание. Мы как бы говорим, что из первого аргумента мы значение вынули, во второй как бы передали, но проигнорировали из-за этого самого подчеркивания. И вернули значение типа y. По типам все подходит. Именно так и должен работать этот второй связыватель. То есть он связывает два вычисления монадических, но связывает их некоторым очень облегченным образом. Он из первого вычисления ничего во второе не передает. Тем не менее, если наш оператор связывания производит некоторые эффекты, то эффекты, которые возникают в первом аргументе, они могут произойти и во всем выражении. Поэтому это вовсе не точное возвращение вот этого вот значения. Потом на примерах мы увидим, как этот связыватель работает. И еще одна функция, которая входит в интерфейс монады, это некоторая функция fail. В современном Haskell есть много обсуждений, не стоит ли функцию fail изгнать из класса типов монад. Но, по крайней мере, сейчас она присутствует внутри класса типов монад. Функция fail работает следующим образом. Она очень похожа на функцию error. Более того, реализация функции fail по умолчанию это как раз вызов функции error. При наступлении некоторых событий, о которых мы поговорим потом, мы не можем продолжить монадическое вычисление. И тогда автоматически вызывается функция fail. По умолчанию реализация для функции fail это вообще прерывание всех вычислений. В конкретной монаде функция fail, естественно, может быть перегружена и она может более аккуратно завершать вычисление. В любом случае функции fail передается некоторый строковой аргумент, который может при вызове функции error использоваться для того, чтобы сообщить, сделать соответствующую информацию. Возвращаемое значение, оно должно быть упаковано в эту монаду, но функция error возвращает любой тип, ну, в том числе и тип, лежащий в контейнере, тоже подходит. Поэтому такое ограничение не накладывает, на самом деле, в данной реализации никаких содержательных ограничений. Есть еще две полезные функции в классе типов монад. Первая полезная функция это наш оператор монадического связывания с переставленными аргументами. Здесь он выглядит очень похоже на функцию fmap. Конвейер вычислений развернут в обратную сторону, если говорить на языке. Поэтому этот же оператор очень похож на самый обычный доллар. Этот оператор определен в классе в библиотеке control monad и может использоваться, если нам нужно записать цепочку монадических вычислений, в обратную сторону. И еще один замечательный оператор. Это оператор рыбки. Оператор рыбки это оператор композиции монадических вычислений. Оператор рыбки работает следующим образом. Он делает композицию стрелок клейсли. Если у нас имеется одна стрелка клейсли и другая стрелка клейсли, то мы можем сконструировать с помощью этого оператора стрелку клейсли, которая берет значение тип второй стрелки клейсли, а возвращает нам значение, возвращаемое первой стрелкой клейсли. То есть если мы здесь сотрем букву M всюду, мы увидим, что это в точности оператор композиции. Вот рыбка, левая рыбка, потому что в хаске есть еще правая рыбка. Это оператор композиции стрелок клейсли. Этот оператор композиции стрелок клейсли может быть несложным образом выражен через оператор монадического связывания. Ну действительно, давайте посмотрим, как здесь все устроено. у нас опять здесь есть две функции F и G. Это соответственно две стрелки клейсли такого и такого типа. И есть значение X типа A. Что мы делаем для того, чтобы написать эту реализацию? Мы делаем следующее. Давайте мы перепишем все это немножко в... Или ладно, не будем X переносить вправо. Или нет, все-таки перенесем. Тогда нам придется записать вот так вот. Оператор определит в функциональном стиле. Тогда мы можем три аргумента ему передать. F, G и X. И тогда будет немножко проще рассуждать. Что же мы делаем? Мы берем функцию G. Вот это у нас... Теперь эти скобки можно убрать. Они вообще не нужны, но мы их убираем. Итак, у меня есть эта функция, тип функции F у нас. Это тип функции G. А это тип значения X. Нам нужно сконструировать значение типа C, упакованное в монаду M. Ну хорошо. Берем... Делаем следующее. Берем X значение типа A. Применяем функцию G к нему. Функцию из A в MB. Получившаяся конструкция имеет тип MB. F имеет тип BMC. Но если мы вспомним про оператор, какой тип у оператора монадического связывания, мы увидим, что тип его как раз ровно подходит для обслуживания таких вещей. Ну, единственное, что A я должен заменить на B в этом типе, а B заменить на C. Тогда я получаю, что вот это вот выражение G, X у меня имеет тип MB. F имеет тип BMC. Значит, оператор монадического связывания вернет мне MC. Значения типа C, упакованы в монаду M. Но это ровно то, что нам нужно. Таким образом, вот такая вот универсальная реализация, независящая ни от типов AB и C, ни от типов M, может быть дана для оператора композиции стрелок к лейсли. Из стрелок к лейсли мы с помощью этого оператора можем делать композицию. Итак, мы изучили интерфейс класс тип монад и даже целый ряд вспомогательных функций, которые позволили нам пощупать, как работать с монадами на абстрактном уровне. На следующем степе мы, наконец, перейдем к реализации класса типов монад. Мы реализуем класс типов монад для разных контейнеров.